Евгений, видно презентацию? Да, все видно, все слышно. Одну секунду. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Юрий Смирнов. Я представляю Кстовский историко-корривический музей, старший научный сотрудник. Соответственно, тема доклада «Великий перелом» и, соответственно, «Политика Великого перелома» и ее влияние на быт крестьян Кстовского района, каким переменам, соответственно, эта политика привела в тот период в жизни крестьян Кстовского района. Соответственно, начать хотелось бы с того, что в 1929 году начался так называемый год Великого перелома, с которым связана политика форсированной коллективизации, предложенной Иосифом Виссарионовичем Сталином. Причины коллективизации, как и ее итоги, до сих пор являются темой для дискуссий, поскольку этот процесс протекал довольно-таки противоречиво, и итоги его тоже являются, по мнению различных историков, тоже достаточно противоречивыми. Соответственно, хотелось бы прояснить, какими были основания для проведения такой политики, и, соответственно, хотелось бы выявить, понять и оценить причины, цели и итоги этого исторического явления на примере конкретно исторического материала. Вот сейчас я постараюсь на примере того, как этот процесс протекал в Кстовском районе, показать, насколько, соответственно, обоснованной было проведение такой политики, и как она протекала непосредственно в Кстовском районе, поскольку политика Великого перелома как раз совпала со временем образования Кстовского района. Напомню, что Кстовский район образовывается в период 1909-1930 годов, как раз завершает свое оформление. В это же время начинается политика Великого перелома. Индустриализация, соответственно, одной из первейших целью руководства района становится как раз создание колхозов. Соответственно, вот основные тезисы, которые как раз происходят из программной статьи Иосифа Виссарионовича Сталина «Год Великого перелома», где он говорит о том, что нам удалось повернуть основные массы крестьянства, скажем так, от старого пути на широкий путь коллективной обработки земли, который, соответственно, представляется по Иосифу Виссарионовичу наиболее выгодным. Соответственно, причина успеха коллективизации тоже выделяется в этой статье. Это, соответственно, и последовательное подведение крестьянских масс колхозам, то есть имеется в виду объективный путь. Учет растущей нужды крестьянства в новой технике. Соответственно, преимущество крупных зерновых хозяйств, коими были колхозы. Ну и, соответственно, наличие льготного кредитования и создание основных фондов, без которых, конечно же, крупнотоварное сельское хозяйство существовать не могло. То есть, вроде как, на бумаге все гладко, но давайте посмотрим, что было на самом деле, ну, как это, по крайней мере, иллюстрирует протоколы заседания Кстовского районно-вспланетного комитета, который как раз этой политикой в Кстовском районе в то время и занимался. Соответственно, эти протоколы как раз иллюстрируют и процесс создания района, потому что с них как раз эти протоколы начинают создаваться с 1929 года, который район только создавался, и они отчасти проливают, скажем так, свет на то, как протекали эти процессы, связанные с коллективизацией сельского хозяйства. Соответственно, вот какие обычно причины перехода к коллективизации выделяются традиционно. Это и ограниченность сельского хозяйства, и неспособность решить социальные проблемы деревни, которые возникли еще, скажем так, в послереформенное время в Царской России, и необходимость создания материально-технической базы для создания крупнотоварного сельского хозяйства, удовлетворяющего спрос городского населения в хлебе, ну и, соответственно, решение проблем механизации сельского хозяйства и строительства, коммуникации и доставки этих продуктов. Это, соответственно, основные причины коллективизации, но как это все выглядело на деле? На деле проходила в то время административно-территориальная реформа, особенно как раз в период 1929-30-го годов. Цель этой реформы, которая, скажем так, зарождалась еще в начале 20-х годов, 20-го века, она заключалась в том, чтобы создать новые единицы административно-территориального деления, которые, по сути дела, образовывали бы вертикаль власти, удобную для проведения в жизни решений плановой экономики и создания таковой, потому что без единой плановой экономики невозможно было проводить как индустриализацию, так и создание коллективных хозяйств. Прежняя система деления, которая соответствовала губерниям, соответственно, уездам и властям, она не соответствовала этой задаче, поскольку там существовали в том числе органы самоуправления, которые, в общем-то, в рамках такой директивной экономики не были удобны. А, соответственно, проблема другая, то, что, например, в том же самом Кстовском районе несколько территорий, которые, например, имели единообразное хозяйство, например, выращивание овощей или молочное животноводство, они были разъединены по разным, предположим, уездам, и, соответственно, из-за этого возникали чисто административно-хозяйственные вопросы. Как взаимодействовать двум властям, двум, соответственно, уездам, и, соответственно, исходя из этого возникали проблемы управления. Соответственно, задача административно-территориальная реформа в том и заключалась, чтобы объединить эти территории в один хозяйственный комплекс с единым управлением, который бы, соответственно, решал бы задачу хозяйственную по превращению этой территории в источник товаров сельского хозяйства, соответственно, выращивание сбора которых бы, соответственно, не отягощались никакими административными припонами. Соответственно, для этого создавалась низовая форма организации территории, это район, ну, условно низовая, потому что в итоге низовой формой, конечно, был сельсовет, но район, это низовая форма как раз организации территории в рамках единого хозяйства, внутри одной отдельно взятой области. Соответственно, и такой район, как, например, Кстовский, образованный в период 29-30-30-х годов, должен был выполнять определенную функцию. И, соответственно, таким образом он образовался, и согласно протоколам Кстовского районно-исполагательного комитета, демонстрируется, что как раз главная цель Кстовского района – это снабжение Нижнего Новгорода и всей области, да и не только ее, сельскохозяйственной продукции. Так было, соответственно, и записано, что поскольку специфика района – это выращивание овощей, например, того же самого картофеля, молочное животноводство и, скажем, выращивание технических культур, то, соответственно, это определяет его, специфику его хозяйственной функции. Вот это дело был создан район, и, соответственно, задачи этим нужно было решать. Но, соответственно, как решать? И как это на деле происходило? Вот посмотрим на карту. Как, соответственно, это, соответственно, карта современная, практически она отражает все территории, которые входили на тот момент в Кстовский район, за исключением села Работки и Работкинского района, который вошел в состав Кстовского района с 1962 года. Я красным, как раз кругом выделил село Слободское, о котором речь пойдет чуть далее, как о показательном примере, который иллюстрирует процесс вхождения крестьян в холхоз. Соответственно, по линии вот этого села как раз проходила граница, имеется вот от реки Волги и вниз, граница между Кстовским и Работкинским районом. То есть, грубо говоря, село Слободское и чуть выше село Кадница, Волжское, оно как раз проводит некую, по линиям как раз по этим самым селам и Слободкам как раз проходит граница визуальная, которая разграничивала Кстовский и Работкинский район. Но с тем учетом, что, конечно, условия сельскохозяйственные у этих двух районов были одинаковые. Поэтому я, соответственно, и взял село Слободское Работкинского района как показательную территорию для того, чтобы обрисовать процесс прохождения коллективизации. Но суть вопроса не в этом. Соответственно, какие задачи были поставлены перед Кстовским районным исполнительным комитетом? Опять же, основываясь на протоколах районного исполнительного комитета, это в первую очередь, конечно, организация колхозов, ну, поскольку был Ленинский оперативный план, но в соответствии с ним образование колхозов проходило крайне долго и не приводило к желаемым результатам. Соответственно, другой вопрос, другая задача – это сбор сельхозналога и, конечно, страховых платежей. Соответственно, сельхозналог – это основной источник выполнения сельскохозяйственных запасов государства с крестьян и геналичников и, соответственно, выполнения плана по сельскохозяйственных поставкам. Это, прежде всего, молоко и овощи. Соответственно, все эти сельхозпоставки, сельхозналог взимался с крестьян и геналичников в план, соответственно, за план отвечали непосредственно артели и коллективные хозяйства. Как это проходило на деле? Как видим, что в период 1929-1936 годов эти показатели, в общем-то, не отличаются убедительностью в силу определенных причин, о которых мы поговорим дальше. Соответственно, по картофелю максимум на 95% был достигнут максимум сбора, по молоку всего лишь 17,8%, это вообще было провалом. Соответственно, по остальным показателям вы можете увидеть то же самое. Можно увидеть по показателям развития животноводства, которое не достигает даже предельно максимального показателя в 100%, в то время как, скажем так, в рамках плановой экономики предполагалось, что предприятия и крестьяне должны непосредственно выполнять план с превышением. А здесь мы видим характерный провал, связанный с определенными причинами. На первых порах, конечно же, Кстовский район свою задачу и его руководство по организации сельского хозяйства не выполняли. С чем же это было связано? По факту, это было связано, во-первых, с тем, что непосредственно процесс коллективизации, сама политика Великого Перелома совпала с процессом образования новых административно-территориальных единиц. Это проходило в момент того, как проходила областная реформа, а следовательно, процесс управления сельским хозяйством, как и вообще управление территориями был разлажен. Прежние хозяйственные и административные связи были, соответственно, разрушены, новые еще не наладились. Кроме того, на это накладывались следующие проблемы. Поскольку коллективных хозяйств было недостаточно, они по факту платили за тракторизацию сами, кроме всего прочего, ситуация тягощалась как низкими закупочными ценами, так и значительным налогобложением крестьян. Поскольку часть их средств, помимо того, что они должны были платить сельхозналоги, привлекалась еще экзаймом и индустриализацией, что, в общем-то, тоже в достаточной степени лишало деревни необходимых средств, а при условии низких закупочных цен, конечно же, крестьяне, как показывают, опять же, протоколы Реносплатного комитета, не очень стремились сдавать продукцию и тем более ее беречь. Соответственно, протоколы и показывают, что часть данного молока, допустим, была уже невысокого качества, молоко, допустим, было уже прокисшим, не того качества, которое требовалось, то же самое касалось овощей и, соответственно, таких овощей, как картофель. Соответственно, зачастую его приносили уже испорченным и несоответствующего качества. Кроме всего прочего, на эту проблему накладывался еще тот факт, что колхозы, имеющиеся, не обеспечивались в достаточной степени сырьем, поскольку колхозы, которые обязались поставлять то же самое молоко в город Горький, зачастую не обеспечивались кормовыми культурами. Ну, с кормовыми культурами в Советском Союзе проблема существовала и на протяжении 30-х годов, и в послевоенное время, но в то время, соответственно, эта причина как раз отмечалась одной из первых, потому что непосредственно запросы по невыполнению показателей в районно-исполнительный комитет непосредственно из областного руководства приходили. Кроме всего прочего, естественно, сказывалось низкое качество поставленной техники и отсутствие материалов для ремонта. В частности, по Работкинскому району, по тому же самому село Слободское отмечается, что зачастую невозможно было вывезти те же самые тракторы, соответственно, на псевное, из-за того, что, допустим, просто не хватало деталей, не хватало горючих смазочных материалов. Зачастую не было людей, чтобы их ремонтировать. Связано это было с тем, что, опять же, либо они отсутствовали на МТС, либо, соответственно, сами трактористы, скажем так, не обладали необходимыми навыками по управлению и ремонту этих самых тракторов. Это как раз причина следующая – это недостаток обычных кадров. По сути дела, областная реформа должна была создать всю эту базу, отработать новые хозяйственные связи, но на деле мы видим, что между новыми органами управления и незабываемыми поставщиками сельскохозяйственных продуктов нет взаимодействия. Крестьяне, соответственно, не воспринимают должным образом политику коллективизации, то есть не понимают, что от них хотят, не понимают, какого качества, когда и в какие сроки они свои продукты должны поставлять. Это зачастую приводило к тому, что, скажем так, даже такое понятие, как стандарты качества на приемочных пунктах, один из таких приемочных пунктов был, соответственно, в Подновье Кстовского района, туда просто приносили уже продукты, которые были основательно подпорчены. Только, соответственно, в конце 29-го года озаботились тем, чтобы эти как раз пункты приема оснастить необходимыми приборами для контроля качества продукции, ну, в частности, молока. По молоку это наиболее всего сказывалось. Ну, и, соответственно, то же самое касается и кадров обученных, которые не были просто обучены работать на новой технике, соответственно, новую технику ломали, и все это приводило к тому, что, по факту, мы видим кризисы их, соответственно, кризисы поставки продукции и невыполнение плановых показателей. То есть они были как объективными, так и субъективными. Соответственно, по сути, с этим связана и следующая картина статистическая, которую мы видим. Вот на 1930-1931 года мы видим всего два совхоза и четыре колхоза с площадью угодий, ну, вот, соответственно, площадью угодий в отношении к той площади, которую мы имеем в настоящее время. Я имею в виду именно сельскохозяйственных угодий. То есть даже по сравнению с теперешней площадью сельскохозяйственных угодий всего лишь навсего, дай бог, восьмая часть. Это имеется в виду всего шестью коллективными хозяйствами. Вот, соответственно, на район приходилось всего шесть тракторов. Ну, и, соответственно, с учетом того, что эти шесть тракторов постоянно портились, а большинство, конечно, урожая собиралось именно вручную, понятное дело, что это не приводило как раз к успеху в политике коллективизации. Соответственно, ситуация изменилась только ближе к 1936 году, когда уже, скажем так, механизм управления районом был более-менее отлажен, образовались отделы и департаменты. Соответственно, органы управления сельсоветами уже стали стоять не из двух, хотя бы из пяти человек. Соответственно, это привело к тому же, что в состав коллективных хозяйств вошло уже примерно более 90% индивидуальных хозяйств. Ну, и, соответственно, тракторизация точно так же усилилась. Соответственно, это тоже было связано с тем, что уже в период 1933-1936 года, год-годов, Кстовский район уже из себя представлял, ну, уже более-менее территорию, на которой сложились органы управления, имея в виду, прежде всего, районный исполнительный комитет, где уже, соответственно, более-менее постоянно работал кадровый состав. Соответственно, другим моментом, другой момент, на который хотелось бы обратить внимание, это конкретные причины, по которым крестьяне входили в колхозы, вот потому что, скажем так, рассматривать процесс коллективизации только сверху, тоже это явление довольно-таки необъективное. И вот как раз данную проблему хотелось бы рассмотреть на примере соседнего работнического района, который, как раз территория которого впоследствии вошла в Кстовский. Непосредственно, условия ведения сельского хозяйства являются схожими. И вот как раз первой причиной, для, согласно которой, на основании которой крестьяне входили в колхоз, это недостаток работников для обработки земли. Вот конкретно здесь приведены непосредственно цитаты из заявлений о приеме в колхоз имени Сталина, села Слобакское. Это, соответственно, и гражданка Любимцева, и Гусева, которые непосредственно просят принять у них землю. Во-первых, вследствие того, что обрабатывать они ее просто не в силе, но это связано, опять же, с тем, что, скорее всего, глава семьи ушел на промысловый город или в пригородную территорию. Соответственно, другой пример иллюстрирует как раз большую семью, в которой из заявления о приеме в колхоз пишет женщина, а, соответственно, муж, который занимается точно так же отхожим промыслом, ремеслом или тоже ушел на работу. То есть тоже характерная картина для того времени, что вроде как большая семья, но с другой стороны, непосредственно глава семейства уже не ведет сельское хозяйство, находится, как это было уже популярно в начале 20 века, занимается он отхожим промыслом. Вот, соответственно, здесь непосредственно уже женщина принимает решение о том, войти ей в колхоз или нет. И, соответственно, такая причина как раз вступление в колхоз тоже иллюстрируется. Соответственно, другая причина – это малоземелье, низкий уровень сельскохозяйственных знаний и часто неурожаи с этим связанные. Вот, к примеру, из заявления крестьянина Сухаря у того же села Слободского, она как раз иллюстрирует этот тезис. Он пишет, просит принять его в колхоз, семья стоит из пяти человек, земли месяц на три едока. Ну, как раз измерение земли по едокам – это как раз старинная такая общинная мера, где земля выдавалась, опять же, в соответствии с количеством едоков, то есть, прежде всего, едоков мужчин. Соответственно, даже при таком условии земли не хватало. Соответственно, из этого вытекала проблема малоземелья и аграрного перенаселения. То же самое касается как раз заявления гражданка Мурунчевой, который как раз конкретно и пишет, что не имеет она семян гировых, поскольку ввиду плохой обработки земли, пшеница и овес не уродились. То есть, конкретно, речь идет о том, что либо, соответственно, не хватило достаточного количества работников, чтобы обработать землю, либо был недостаточно хороший инвентарь, либо просто-напросто, соответственно, под плохой обработкой поднимается как раз недостаточный уровень знаний, того, как посеять конкретную сельскохозяйственную культуру. Отсюда, соответственно, как раз, как и в начале XIX века, это было частой причиной того, что проходили неурожай и голод. Соответственно, ну, часть, конечно, крестьян, того же самого села Слободского, вступали в результате пропаганды. Вот, например, как гражданка Кувакина, которая, ну, скажем так, довольно-таки по комсомольскому партийному, пишет о том, что осознала она пользу колхоза в результате того, что она поняла отмирание генеричного хозяйства и, соответственно, подала заявление в колхоз. Но, соответственно, в другом заявлении крестьянина Мишина, он заявляет, что хочет быть принят членом коллективной семьи. Соответственно, здесь как раз на колхоз накладывается представление о большей общине. Здесь он заявляет, что давно должен был бы стать членом семьи, но не имел возможности пользоваться лекцией колхоза. То есть прямое указание на то, что, соответственно, непосредственно его селестович проходила лекция о том, что необходимо вступить в колхоз. И, соответственно, и говорилось о том, что существуют от этого какие-то определенные выгоды. Соответственно, еще одно заявление, которое я не показал, связанное с тем, что непосредственно одна из крестьянок села Слободской отказывалась от приема в колхоз, первоначально писать заявление по крайне такой курьезной причине, потому что не было совета с мужем. Это, буквально говоря, одно из большинства таких заявлений, поскольку большинство заявлений, как мы можем увидеть, писали, в том числе и женщинами. Но так или иначе, часть крестьян все равно еще сохраняла патриархальные представления. И вот такой совет с мужем нужен был, соответственно, женщине, которая оставалась на хозяйстве, чтобы подать заявление на наступление в колхоз. Ну и, соответственно, если говорить о завершении, ближе к завершению доклада, говоря о том, что, соответственно, некоторые крестьяне просто сдавали землю в колхоз, не желая вступать в коллективное хозяйство и не желая, соответственно, связывать себя обязательственно. Который, соответственно, налагал на себя вступление в колхоз. Они уходили на производство, поскольку процесс индустриализации, который проходил в том числе и в Горьковской области, представлял для этого большие возможности. Соответственно, как раз заявление крестьянина Сульпина, который говорит о том, что он сдает землю на три едока в колхоз имени Сталина, соответственно, сдает вместе с яровыми семенами и просит исключить его из семью, поскольку его семья переходит, соответственно, вместе с ним в Затон, где, соответственно, он существует на производстве водного транспорта. Конкретный пример, который показывает, что крестьяне не согласны с тем, что они должны были вступать в колхоз, работать, соответственно, за трудодни, и плюс ко всему этому платить налоги с индивидуальным автохозяйством, они уходили, пока это еще было возможно, непосредственно на работу либо на заводы, либо на, соответственно, производство в пределах Горьковской области, ну, в том числе вот в Затон, на строительство пароходов. Соответственно, я к тому говорю, что для части крестьян обработка земли, даже если, скажем так, надел был достаточно большой, просто-напросто становилась невыгодной. Поэтому предпочитали крестьяне, соответственно, уходить непосредственно в город на производство и таким образом фактически создавать городское население, что было еще одной из целей коллективизации. То есть вытолкнуть излишне население из деревни. Соответственно, если подытожить, в рамках Кстовского района, если мы анализируем данный конкретный материал, причинами вступления в колхоз были как малоземелья крестьян, так и их бедность, которая была связана с тем, что они не могли себе позволить фактически купить себе, позволить себе механизацию своего хозяйства и тем самым повысить урожайность своего надела. В связи с тем, что уровень агрокультуры и оборудование, которое использовалось при обработке, был достаточно низким, опять же, я имею в виду ручной труд, все это приводило, опять же, зачастую к неурожаям, при отсутствии и недостатке рабочей силы это приводило к тому, что, соответственно, иногда просто-напросто свой надел крестьяне просто не могли засеять. Ну, к примеру, когда на хозяйстве оставалась женщина с детьми. Соответственно, следствием малоземелья крестьян было, конечно, заграрное перенаселение, которое могло разрешиться через механизацию сельского хозяйства, ухода части крестьян на производство, что, как мы видим, по заявлениям происходило, и введение новых методов обработки земли в коллективных хозяйствах. Это, кстати говоря, в Товском районе решалось путем того, что начали в 29-30-х годах посылать в деревни агрономов и вводить с удовольствием главного агронома по Кстовскому району. Это как раз связано было с тем, что база таких вещей, как, например, укрепление склонов путем лесопосадок и способов защиты, скажем так, почвы от эрозии, крестьяне не знали. Отсюда, скажем так, могло происходить разрушение почв и нарушение цикла урожайности. Соответственно, это я подразумевал подведением новых методов обработки земли. Ну и, соответственно, в связи с этим происходит трансформация крестьянской семьи. Как правило, если мы имеем не ту традиционную крестьянскую семью, где два-три поколения вместе живут, в частности, это, соответственно, жена, муж, это дети, это, соответственно, дед, ну, соответственно, отец мужа, который является формально главой семьи, то в данном случае, ввиду уже разрушительных процессов, которые были связаны с развитием капитализма уже в Российской империи, потихоньку уже появляется семья, типичная, которая состоит из двух поколений, где главную роль играют старшие сыновья и жена, которая зачастую остается на наделе, в то время как мужчина работает на производстве либо на отхожем промысле. Соответственно, впоследствии коллективизация, которая привела к тому, что, как бы сказать, в колхоз шли и мужчины, и женщины, и там они были уравниваем в производстве, это как раз процесс усилило. Ну и, соответственно, чтобы подвести итог, я хочу сказать так, что, несомненно, образование Кстовского района было связано с тем, что необходимо было образовать достаточно крупный район с крепкой бюджетной базой, который мог бы заниматься сельским хозяйством и его поставкой непосредственно в областной центр. Но, соответственно, процесс этой коллективизации протекал довольно-таки противоречиво, что связано было с тем, что процесс коллективизации и образования как района, так и области, они по времени совпадали. Все это проводило, к сожалению, к тому, что, скажем так, как процесс, что цели коллективизации были достигнуты далеко не сразу. Спасибо, у меня все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok